Добрый день, студия Тутбай ТВ. Сегодня рада приветствовать академика, ректора Белорусского государственного университета Сергея Обламейко. Здравствуйте, Сергей Владимирович. И в этой студии на ваши же вопросы сегодня будет отвечать начальник главного управления учебной и научно-методической работы БГУ Людмила Хухлэндина. Здравствуйте, Людмила Михайловна. Университет готовится к проведению фестиваля факультетов. Собственно, тем самым начнется вступительная кампания этого года. Расскажите, пожалуйста, какие особенности она будет иметь? Будут ли открыты новые специальности и какие? Каждый год БГУ открывает много новых специальностей. Приятно сказать, что в этом году на первую ступень у нас будет открыто 11 новых специальностей. Это, в общем-то, больше, чем даже когда-либо. Потому что мы так, тут же в этом году, вы знаете, и вузы потихоньку переходят на сокращенные сроки обучения и новые специальности, и все так, это новые стандарты делаются образовательные. И, в общем-то, вот к этому мы подошли, я говорю, очень серьезно. И 11 специальностей, я вот назову их математика, информационные технологии, компьютерная математика, системный анализ, механика и математическое моделирование. Дальше ядерная физика и технологии, физика, наноматериалов и нанотехнологии, компьютерная физика. Потом химические, это фундаментальная химия, химия лекарственных соединений, химия высоких энергий. Потом гидрометеорология и космоэрократография. То есть, такие, видите, по естественно-научным специальностям, естественно-научным факультетам, точнее, специальности. Много предлагаем новых специальностей, современные, интересные. и мы думаем, что это заинтересует абитуриентов. На вторую ступень, это магистратура, мы тоже открываем 10 новых специальностей. Это специальности естественно-научного профиля, как компьютерная математика, системный анализ, веб-программирование интернет-технологий, математическое и программное обеспечение мобильных устройств и также и гуманитарного, скажем, экономического профиля. Это специальности экономика, финансы и кредиты, экономика управления предприятием, предприятий, экономическая информатика, инновационный менеджмент, текстология, обучение языкам, как иностранным. То есть, в общем-то, вот это вторая ступень. И еще у нас тоже есть так называемые интегрированные программы, когда после колледжа поступают сразу в университет на три года. И это тоже у нас много таких новых специальностей предлагается по этому профилю. Поэтому, как вы видите, по всем ступеням образования, БГУ в этом году предлагает много новых специальностей. А какие особенности будет иметь будущая приемная компания, кроме открытия новых специальностей? Ну, вы знаете, правила приема сохраняются в стране такие же, как были в прошлом году. То есть, изменений никаких практически нет. Ну, кроме, конечно, повышения нижнего проходного балла. Потому что, вы знаете, это озвучено уже было министром образования. В прошлом году был проходной балл 7 на все специальности. То сейчас, значит, у нас уже 10, 15 и 20. 10, 15 и 20 на разные предметы. Увеличивается проходной балл. Это, конечно, определенные и для абитуриентов трудности, скажем. Потому что мы видели, и в прошлом году ряд не добрало, даже и 7 баллов. В этом году, понятно, тоже балл повышается. Ряд абитуриентов не смогут поступать в ВУЗы. Ну, и ВУЗам тоже, как надо смотреть, значит, бороться, что называется, за абитуриента. Хотя, в этом есть и положительное много моментов тем, что, ну, плохие, слабые совершенно абитуриенты и студенты не пойдут в университет. Потому что мы видим тоже, вот после первой сессии, хватает отчислений в тех, дети, которые сдали на 10 или 15 математику или физику, химию. Они, в общем, в принципе, учиться, особенно в углу, они не могут. Поэтому в этом положительном мы видим тоже много очень. Поэтому вот, кроме этого, остальные все правила остаются такие же, как были в 12-м году. И, в общем-то, ничего не меняется. И все-таки, как повышение вот этого проходного балла, на ваш взгляд, повлияет на количество абитуриентов, либо на набор? Ну, мы надеемся, что на БГУ это никак не повлияет. То есть, то, что мы, как всегда, имели своих абитуриентов и студентов, так и мы в этом году будем. Мы надеемся. Но, что называется, жизнь покажет. То есть, июль, август, месяц мы все это увидим с вами. Потому что, особенно, скажем, бюджетный набор у нас, в общем-то, всегда такой нормальный. И на бюджет, на все факультеты поступали дети, которые имели выше 15-20 баллов по каждому из предметов. Причем значительно. Причем значительно. Ну, многие, вы знаете, наши проходные баллы там и по 300, и по 400. Это означает, что, ну, там, 300 и выше 300. Это означает, что по каждому предмету там по 80, там по 70 и так далее. Поэтому мы надеемся, что не повлияет, значит. Ну, а на платное, конечно, немножко повлияет. Потому что на платное, в общем-то, всегда, как и все вузы, план набора немножко так увеличенный делаем, скажем, всем, чтобы взять желающих. И понятно, что тогда приходят, ну, буквально все, кто подал. То есть, и там с баллом 10, и 15, и так далее. Поэтому вот эти уже дети, которые не доберут этого нижнего проходного балла, они не придут. Но платное, особенно, скажем, естественно, научная специальность, это касается больше. Потому что на экономические, юридические, на платные тоже высокие довольно проходные баллы. Мы там не ожидаем ничего такого плохого. Ну, а на эти придут, может быть, ну, не придут те дети, которые набрали меньше 10 или 15. Но я говорю еще раз, это для нас не страшно, потому что, ну, их и было не так много. И они отсеиваются часто на первой сессии, по крайней мере. Я хочу дополнить, Сергей Владимирович, в отношении того, что какое количество в прошлом году. Число тех, кто имел ниже вот этого минимального балла централизованного тестирования, там ниже 7, их у нас практически не было совсем. Те, кто имел от 10 до 15, количество там исчисляется 20-30 человеками. Поэтому серьезно мы не видим возможности до снижения. А 20 баллов по гуманитарным, там предполагается по истории, по обществоведению, у нас с такими баллами вообще ребята не приходили. Поэтому здесь я не думаю, что сильно может сказаться. — Сергей Владимирович уже упомянул, что на некоторых специальностях в новом учебном году сроки обучения сокращаются до 4 лет. Можете ли вы уточнить, по каким специальностям произойдет это сокращение, а где останется 5-летняя? — Ну, тут бы, может, не хотелось. У меня есть вся эта таблица, но это много специальностей. Читать, вот видите, много страниц про каждую специальность. Это действительно очень много. Это на сайте у нас размещено. Видно, то есть мы, как и все вузы в стране, как и, в общем-то, все университеты в мире, двигаемся вот на эту систему 4 плюс 2, потому что, я говорю еще раз, все университеты мира перешли, а есть даже и 3 плюс 2 в многих странах мира. Поэтому мы тоже, я говорю, двигаемся по этому пути. И, в общем, если так взять коротко сказать, то гуманитарные специальности, они, в общем-то, практически все переходят на 4-летние. — Кроме современные иностранные языки, там, вот, языковые специальности. — Языковые, да. Где лучше, где надо больше подготовки, это, естественно, и логично. — Да, там на китайский язык, лингвы, страноведение, восточная филология, где достаточно сложно, и поэтому здесь 5 лет. — Да, естественно, научные тоже многие переходят на 4-летние. Ну, вот, надо упомянуть, факультет приключения математики и информатики, факультет радиофизики и компьютерной технологии, но это аналогично также и университет. — Механико-математический факультет. — Да, и в ГУИР точно так же. То есть мы синхронно двигаемся на то, чтобы 4 года учить вот по этим специальностям. Но, тем не менее, мы оставляем на ряде специальностей физического, химического факультета 5 лет, понимая, что там, ну, ядерная физика и технология, физика там, наноматериалов, нанотехнологии, такие вещи сложные довольно. — Да, химия высоких энергий. — Да, да, поэтому там, ну, до 5 лет, я говорю, тут все это есть, но нет смысла перечислять. — Мы обязательно предоставим вот эту таблицу для наших пользователей после эфира. — Оно все будет размещено, и сейчас уже, наверное, размещено в интернете. И это студенты должны знать, ну, абитуриенты должны знать, поэтому все это. Так что тут, в общем-то, такое синхронное движение, говорю, всех университетов, и оно правильно, и мы точно так же двигаемся. — Из года в год вновь и вновь звучит вопрос о льготах для выпускников школ, которые находятся в сельской местности. — Есть ли какие-то изменения, будут ли какие-то изменения в этом году? — Сельский конкурс остается. — Все остается, как было раньше. — Да, раз правила приема в этом году не поменялись, следовательно, остается городской и сельский конкурс. Других льгот для абитуриентов и сельской местности нет. — Ну, это решение, естественно, образование, это не боговое решение, то есть это все правила остаются, приемы такие же, насколько мы информированы, все это так есть, как это самое. — Еще в одном контексте звучит слово льготы, льготы по оплатам, и здесь, наверное, следует начать с вопроса о том, какой будет средняя стоимость обучения в 2013 году для студентов первого курса, и какие можно будет получить льготы? — Ну, пока мы не знаем, какая будет стоимость обучения, то есть вы же тоже знаете, что стоимость обучения, вот, ставка первого, стоимость обучения обычно привязана к ставке первого заряда определенным образом, хотя, конечно, для первокурсников можно делать и любую. — Но, тем не менее, мы вот, когда ставка первого заряда изменилась с 1 января, в ВУЗы подали предложение свои у Министерства образования немножко изменить плату за обучение, потому что, ну, вы понимаете, что все это взаимосвязано, и структура цены у нас на сайте все это выложено, куда идут эти деньги. — Но, тем не менее, вот, видите, уже март месяц, пока разрешения нет, и пока у нас остается старая плата за обучение, министр образования говорил, что с апреля, возможно, немножко увеличится, хотя уже, говорю, с 1 января преподаватели получают повышенную зарплату, и там, и расходы другие, и коммунальная другая, и так далее, и так далее. — То есть пока все, ВУЗы за свой счет это все, значит, делают, и так далее. Поэтому пока даже вот это еще не сделано, и мы еще пока совершенно не считали, не думали, какой будет стоимость за обучение вот для первокурсников с нового учебного года. Поэтому сейчас, я говорю, мы даже не прикидывали еще, то есть трудно сказать совершенно, это очень рано, тут сейчас еще вот стоит, значит, перейти все это, а потом думать, читать. Но я не думаю, что тут что-то кардинально, скажем, изменится. — А в отношении льгот, то в соответствии с положениями, которые существуют, у нас точно также таким же образом мы действуем. Во-первых, студенты, хорошо обучающиеся только по итогам уже учебного года, студенты, начиная со второго курса, могут иметь определенное послабление, то есть скидки по оплатам за обучение, если они, значит, хорошо учатся, занимаются активно научно-исследовательской работой, общественной работой, то есть положение, оно действующее во всех вузах у нас, в том числе о снижении стоимости обучения. Поэтому это, все эти льготы, они работают, и мы способствуем этому. Это во-первых. Во-вторых, наверное, с точки зрения льгот, да, или даже, наверное, не льгот, сколько, хотя, наверное, и льготы, да, связаны с тем, что у нас есть договоренность с Белинвестбанком, который будет предоставлять льготные кредиты на обучение тем студентам, которые поступят в этом году в Белорусский государственный университет. Поэтому вот это, наверное, льгота достаточно существенная, льготное кредитование на обучение. И все это будет, вот тоже день, когда факультетов у нас, фестиваль факультета 23 марта, будет стенд Белинвестбанка, где будет подробно рассказано, значит, все механизмы этого льготного кредитования. Поэтому мы приглашаем еще раз вот 23 марта прийти, заинтересованных, посмотреть, все можно информацию будет взять от Белинвестбанка и посмотреть, как это все будет оплачиваться и так далее. В полдень 23 марта начнется фестиваль факультета. Он в 10 утра. Ну, официальное открытие в полдень. Открытие в полдень, да, в полдень, но с 10-ти там будет программа большая, интересная и хорошая. Поэтому приходите заранее. Правильно. Ну, вопрос еще такой, актуален каждый год, сможет ли подать документы на поступление в БГУ не сам абитуриент, а его законный представитель? Ну, уже начиная с прошлого года, по разрешению было соответствующее письмо Министерству образования, которое позволяло законному представителю подать документы в случае, если абитуриент по уважительной причине не может это делать сам. Немаловажный вопрос для студентов-первокурсников – это общежитие. Как обеспечиваются студенты первого курса местами в общежитиях и все ли, в общем-то, нуждающиеся могут рассчитывать на эти места? Значит, ну, понятно, что, к сожалению, не все. То есть это, и даже где-то вопрос был у вас на сайте, что 15 лет назад обеспечивались все, а сейчас не все. Так вот, численность студентов БГУ за 15 лет раза в два, наверное, выросла, если не больше сказать. Да, если не больше, да. Да, потому что, надо прикинуть, но когда вот в начале 90-х училось там 12-13 тысяч, 15 студентов, сейчас учится более 31 тысяча студентов. К сожалению, не все, но есть тоже хорошие новости, потому что пока у нас обеспечивается 50%, значит, но первокурсников мы стараемся больше обеспечить всегда, так 60-70%. Но хорошая новость в том, что в этом году учебном, вот мы два новых общежития ведем в строй. То есть первое общежитие в студенческой деревне мы планируем вообще к первому сентября, оно уже там стоит, большое красивое здание, готовое, и все работы идут, больше тысячи мест, и все работы идут к тому, чтобы мы в августе его ввели, и студенты могли заселиться. Значит, это вот увеличит еще наше количество мест общежитий, и тоже третье общежитие, с чего мыслиться, мы капитальный ремонт его ведем, и мы его планируем к концу года закончить. То есть в этом учебном году, в новом учебном году оно тоже ведется в строй, поэтому, в общем-то, два общежития, это тысячники, даже там чуть больше, чем тысяч в каждом этом самом общежитии ведутся, и у нас процент заселенности, обеспеченности значительно увеличится. Поэтому я это и говорю, и приглашаю, и мы, в общем, постараемся первокурсникам там поднять до 70-80% первокурсникам, давать места общежития. Какие условия созданы в БГУ для обучения студентов с ограниченными возможностями на дневной форме обучения? Пантусы у нас есть в определенных многих факультетах, я бы сказал, так это вот... В многих капусах мы сделали. Это сделано, значит, дальше уже, конечно, чуть, ну, по этажам там чуть сложнее, естественно, хотя... Нет, там у нас же есть большие лифты, поэтому они поднимаются. Там только проблемы иногда возникают, когда чтение лекций идет в таких больших аудиториях амфитеатром, но они в любом случае тогда могут сидеть на первых рядах. То есть здесь уже разрешается, стараемся. Мы стараемся, и пантусы, и лифты, и люди помогают, все это, и учатся у нас дети, которые... С ограниченными возможностями. С ограниченными возможностями, поэтому тут, в общем, ну, стараемся делать все, что можем. Можно ли пройти обучение в БГУ дистанционно? Если да, то что для этого нужно, а если нет, то когда это станет возможным? Ну, понимаете, заочная форма есть, она работает и так далее, здесь разговоров нет. Дальше, понятно, что мы тут сейчас тоже учебные программы, курсы, все выкладывается в интернете, и студенты имеют доступ там ко всем программам, лекциям там и так далее, и так далее. Но в кодексе у нас нет дистанционного образования, значит, и есть заочная форма обучения, поэтому человек может учиться, и, вернее, получать материалы дистанционно, электронно, и лекции, учебники и так далее, но экзамены он должен все равно приехать, сдавать в университет, потому что... Глядя в глаза. Глядя в глаза, да, да, потому что нет, в Белоруссии в целом нет такой формы, чтобы было все дистанционно делать, не приезжая в университет, и это, я говорю, не прописано никаким кодексом нашими законами, поэтому тут сессии надо приезжать, сдавать. А возможности для того, чтобы мы действительно использовали методы дистанционного обучения при заочной форме у нас существуют? Потому что электронная библиотека есть, где большое количество документов сейчас размещено, в том числе и тексты лекции, учебно-методические пособия, и презентации, с которыми выступают преподаватели во время чтения лекций. То есть вот эти все материалы, учебная программа, то есть это все мы выложили с тем, чтобы дать возможность, особенно студенту-заочнику, ну, более предметно смотреть, изучать те предметы, которые он должен изучать. Признание диплома БГУ в других странах всегда тоже актуальный вопрос, как сегодня обстоят с этим дела? Ну, вы понимаете, что же нет такого, что там диплом какого-то вуза признается там в другой стране автоматически и так далее. Все это очень индивидуально, я бы сказал. Евросоюз, вы знаете, в рамках там Болонского процесса пытается унифицировать более-менее с тем, чтобы было единое приложение к диплому, чтобы работодатель понимал и так далее. И это у них получается, ну, а весь мир остальной тут уже, тут уже нет такого единого. Поэтому автоматически, ну, никогда нельзя говорить, что там диплом какого-нибудь белорусского, китайского там или там другого университета признается в другой стране. Все это индивидуально. То есть человек представляет свой диплом, и работодатель потом смотрит, значит, чему соответствует он там, и решает и так далее, и так далее. Ну, это, я говорю, единая система во всем мире, единственное, Евросоюз пытается вот его унифицировать Болонским процессом и с определенным успехом. Поэтому это первая часть. Вторая, то, что наши дипломы, ну, наши выпускники университета работают везде во всем мире, и, я бы сказал, всех специальностей, то это факт, который имеет место быть. То есть, где бы ни были вы, или я много раз встречал, в любых странах мира, там, на Западе, на Востоке, всегда работают выпускники, значит, наши, наших выпускников с удовольствием берут в аспирантуру. Особенно, естественно, научные специальности, это вообще нарасхватывают только. Я имел сотни просьб от разных там лекторов и этих самых давательных выпускников своих. То есть диплом БГУ уважается и признается, но я говорю опять еще раз, это не такое формальное признание, которое ты представляешь. Ну, такого формального признания нигде нет. Значит, ты человек, то есть, как я всегда говорю, есть диплом БГУ, а есть твой собственный диплом выпускника БГУ, где твое резюме, есть твои все результаты, твое, значит, достижение. И с этим ты обращаешься на работу куда-то там, то ли там в Германию, то ли там в Китай, то ли там еще куда-то, значит, и работодатель твой его оценивает. Поэтому кто-то успех получает, кто-то, значит, нет. Это совершенно по-разному. Особенно, скажем, естественно-научные наши факультеты все, тут вообще проблем нет, они на расхват. Гуманитарные чуть меньше, но тут всегда специфика есть, скажем, юридические факультеты или право, это больше национальное всегда в любой стране. Да, да, да. Национальное и врачу с одной стороны к другой переехать, всегда подтверждение есть, не глядя, откуда бы он куда ни был. Поэтому наши выпускники работают везде, но, как я говорю студентам всегда еще раз, все зависит лично от вас. То есть если вы заканчиваете, у вас великолепное уже резюме, опыт работы есть, есть научные публикации, вы можете поступать куда хотите и вас возьмут. Если у вас ничего нет, то тогда не диплом богов виноват в этом, а вы виноваты в этом. Но в отношении того, что все-таки наши дипломы действительно признаются, у нас достаточно большое количество иностранных граждан обучается, и они приезжают в свои страны, и их дипломы сразу легализуются. То есть никаких пересдач, дополнительных экзаменов для того, чтобы признать их диплом, да, апостолы не делают. То есть вот каждый год в БГУ количество иностранных студентов растет и растет. А сейчас у нас уже 2300, значит, иностранных студентов. Я говорю, это кривая просто идет вверх, иностранцев много хочет учиться, это приятно нам, университету, это знак признания, значит, нашего диплома. Поэтому, ну, а наши белорусы, как я сказал, работают везде, и кто где хочет. Вопрос от нашей пользовательницы Светланы. Светланы, добрый день, моя дочь хочет поступить на химический факультет вашего вуза. Меня интересует предприятие, на которое было распределение студентов для обязательной отработки в 2012-2013 учебном году. В прошлом году, куда распределяли, ну, во-первых, на все предприятия, которые связаны у нас с химической промышленностью, у нас их достаточно большое количество. Кроме того, на фармацевтические предприятия. Дело все в том, что в последнее время наши выпускники химического факультета очень активно их берут. Создано целый ряд совместных предприятий. Даже та же фирма Бауэр, кстати, фирма Бауэр даже платит стипендию на химическом факультете. И фирма Бауэр тоже платит, да, фирма Бауэр. Ну, Бауэра просто я имела в виду, что с точки зрения как раз фармацевтической всей этой деятельности. Поэтому здесь они получают хорошее распределение. А в следующем году, вернее, в 2013 году на химическом факультете открывается абсолютно новая специальность. Это химия лекарственных соединений. Идет речь о том, что мы студентов, будем будущих специалистов готовить по созданию новых лекарственных форм. Вот эта задача, которая сегодня стоит в наших государственных программах, да, создание совершенно новых технологий по производству лекарственных соединений. Это будет как раз здесь реализовываться. А возможности для, затем для последующей работы будет достаточно много. Пользователь Игнатьев спрашивает о том, какова пропорция бюджетников и платников в БГУ сегодня. Ну, у нас, если говорить о пропорции, то, наверное, где-то 40%, 35-40% бюджет и 60-65% платная форма. Это все формы, включая заочную. Включая заочную. Тут спрашивает, за время вашей преподавательской деятельности уровень подготовки студентов по общеобразовательным дисциплинам рос, падал или примерно оставался на одинаковом уровне? Ну, это вечный вопрос. Хорошие выпускники там, когда лучше учили, когда я учился или сейчас, когда учат. И на него вообще сложно ответить, потому что, с одной стороны, конечно, скажем, математику, если брать, вот я на Мехмате учился в БГУ, давали очень много, очень глубоко и сейчас меньше дают. Но вопрос, надо ли сейчас так глубоко эта математика, как давали нам, потому что мы усилили много всяких там интернет-технологий, там программирование. То, чего надо знать, мы считаем больше, значит, чем там глубоко эту математику. Потому что я, когда учил, там теорию функции комплексного переменного, скажем, так глубоко шло, что это это самое. Поэтому, с одной стороны, как бы, они меньше знают математику, чем я знал, когда я заканчивал. С другой стороны, они гораздо знают больше, выпускники, значит, все современные, я скажу так, информационные математические технологии, которые нужны им для жизни. Но, если вот оценивать, и, хоть говорят, уровень там выпускников падает там каждым годом, и... — Особенно грешат на абитуриентов. — Да, 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 это самое. Так я говорю, если посмотреть, вот я закончил 35 лет назад, он все, каждый год, сколько я, по-моему, работал, учился, он все падает и падает. Он давно уже должен быть ниже нуля, значит, и где-то там еще. Хотя, на самом деле, очень хорошие выпускники. Я сам читаю на третьем и четвертом курсе ФПМ, когда с ними общаешься, это дети, которые, ну, и понимают математические основы специальностей, но они великолепно ориентируются во всем этом мире программирования, интернет-технологии и так далее, которые им нужны. И, как я говорю еще раз, опять, я сам много езжу и вижу, как наши где работают, и вижу выпускников других вузов всевозможных, ну, других стран. Наши дети очень сильные, и это признают все кругом. Но я, опять говорю, я, естественно, научную сферу больше беру, в которую я вообще понимаю все. Поэтому я бы сказал, что они более такие и нацеленные, более в широком понимании знания имеют, значит, не глядя на то, что они имеют, может быть, немножко меньше знаний по той глубокой математике, которую давали нам, когда я учился 35 лет назад. Поэтому хорошие дети, хорошие специальности, и я считаю, мы правильно готовим и выпускаем в жизнь великолепных специалистов. Пользовательница Аполлинария 2007 спрашивает о том, случается ли недобор на какие-либо специальности в БГУ. Вообще это возможно? Ну, это бюджетная и платная форма, значит. На бюджетной форме редко бывает недобор. В прошлом году у нас был на физфаке недобор немножко, но в прошлом году мы по согласованию с министерством довольно сильно увеличили количество, да, план приема на СССР научной факультеты. И в том числе на физфак. На физику по отношению с 2011 годом очень сильно, поэтому мы чуть-чуть недобрали на физфак единственно это самое. До этого у нас никогда было. Но это тоже нормально, правильно мы понимали, увеличивая, мы дадим, даем возможность больше на бюджетные места поступать на СССР научной специальности, что совершенно правильно делалось и делается и разумно. Ну, немножко недобрали, но это самое. Это опять же не критично, это нормально. А на платное, ну, тут на платное вообще такое понятие добор-недобор, оно сложное, потому что мы цифры устанавливаем сами. Все вузы так делают. Делают цифры всегда немножко больше, чем мы ожидаем, чем было в прошлом году, с тем, чтобы мы смотрели, давали возможность. Поэтому про платное здесь говорить добор-недобор, здесь, я говорю, это все очень относительно. Несколько вопросов об учебном процессе. Планируется ли сокращение срока обучения до четырех лет, это мы уже ответили. Вопрос, не рискуем ли мы при этом потерять в качестве подготовки специалистов. Ну, понимаете, здесь как, ну, давайте я начну, да, что мы немножко, вы тоже знаете, вот в этом учебном году уже сократили социально-гуманитарный блок. Как это было объявлено везде, дисциплина социально-гуманитарного блока. И сократив их, мы где-то примерно семестра, значит, уже выиграли, нашли. Дальше мы тоже тут немножко поджимаем, значит. Ну, вы же тоже, понимаете, четыре года будет, еще два магистратуры у нас остаются сзади после первой ступени. И те студенты, которые решат идти в науку там или в более, захотят получить более продвинутые, скажем, глубокие знания, они могут пойти в магистратуру два года и там получать. Поэтому, скажем тут, что, тем более, вот тоже мы, одно из факторов, мы всегда говорим, самообразование последних там лет десять выходит все больше и больше на первый план. И дети очень много набирают сами, значит, и когда все в интернете есть, и мы видим, насколько это самое. Дальше аргументы можно привести, ну, естественно, научная специальность, и все четверокурсники, пятикурсники работают, я бы сказал. То есть процентов восемьдесят, там, пятому курсу и сто, они уже работают, и это самое. Поэтому мы будем стараться, и мы стараемся, чтобы не, совершенно не, не понизить качество образования, и дать им, ну, практически, и почти все, что мы давали, ну, почти все. Но, опять же, все и не надо, и не надо к этому стремиться, потому что, говорю, есть еще магистратура, и все. А так, для того, чтобы вот основы все знать, мы уверены, что все за четыре года мы дадим. По новым образовательным программам и новым образовательным стандартам, которые мы сейчас разрабатываем, в том числе для четырехлетнего срока обучения, мы из этих программ и с образовательного стандарта убрали еще ряд дисциплин, которые являлись, ну, скажем, связаны были с общей подготовкой, которые не являются профильными, и нет необходимости в преподавании для этих специальных. Ну, например, я в качестве примера могу привести, что на ряде гуманитарных факультетов читалась основа высшей математики, или основа радиационной безопасности, там, экологическая безопасность и так далее. То есть вот этот блок, он тоже уходит, поэтому остается только то, что нацелено на подготовку специалиста. И отсюда, раз у нас практика-ориентированность, такая направленность на всех образовательных программ, то вряд ли это приведет к уменьшению, к ухудшению при подготовке специалиста. Это один момент. И второй момент, количество часов, ну, поймите так еще, вопрос не стоит о том, чтобы у нас сохранить только аудиторную нагрузку. Во всем мире, вообще-то, по-хорошему, студент, главная задача для студента – это самообразование, да, он должен, и он должен иметь время для того, чтобы бывать в библиотеке, смотреть самостоятельно, изучать, ему давать нужно необходимое направление. И вот за счет вот этого перераспределения часов здесь тоже мы хотим, по сути дела, основные профильные дисциплины, дисциплины общепрофессиональные, специальные дисциплины, они не уменьшаются. Есть у нас вопросы не только глобальные, но и достаточно частные. Например, Золотар Дынит наш пользователь спрашивает. Скажите, пожалуйста, могу ли я, студент дневной бюджетной формы обучения, быть освобожден от прохождения практики по специальности на четвертом и пятом курсе по причине членства в национальной сборной и необходимостью подготовки к участию в соревнованиях? Значит, в отношении освобождения, наверное, освободиться он не может, потому что для того, чтобы получить диплом, нужно полностью выполнить учебный план. Но вопрос другой. О том, что все студенты, которые, ну, особенно являющиеся членами национальной сборной, имеют право обучаться по индивидуальному графику, по индивидуальному учебному плану, который может перенести, размыть им сроки, да, прохождения практики, совместить его с учебным процессом и так далее. То есть это решает решаемый вопрос, обратиться на необходимый деканат факультета для того, чтобы разработать такой индивидуальный график. Наш пользователь Саркозин задает несколько вопросов, которые касаются в основном ФМО. Во-первых, его интересует, с чем связана такая нестабильность учебного процесса, лекции отменяются, переносятся, сдвигаются в хаотичном порядке. Это странно слышать, это странно слышать. На ФМО порядок есть, и мы, конечно, еще раз проверим из декана. Уже послали этот вопрос, и декан прорабатывает, поэтому четкое там расписание занятия, переносы, ну, вообще должны быть, не должны допускаться в крайнем случае, если там, ну, вот ураган пришел какой-нибудь или что-то еще, но это не должно быть, это не делается, поэтому... Слава Богу, ураганы, не каждый день, а каждый день. А так, не должно этого быть, и декан ФМО извещен, и разбирается это. Что там-то произошло. Мы не считаем, что там какая-то нестабильность, и там на ФМО порядок довольно хороший. Вот, да, Ниша, от пользователя вопрос. Сергей Владимирович, хочу обратить ваше внимание на программу подготовки специалистов по курсу веб-программирования и компьютерная графика, гуманитарный факультет. Студентам читают программу 5-7-летней давности, о новых фреймворках даже не слышали, а ведь сейчас, если мы хотим быть на острее технологии, такие знания просто необходимы. Мы ведь готовим специалистов завтрашнего дня, а не вчерашнего, так почему же преподаватели не ознакомят с тем, что происходит уже сегодня, не является повседневной практикой? Нет, конечно, должны читать современные все материалы, это однозначно, это первое. Но второе, тут тоже надо понимать, что самые передовые, если мы хотим технологии в программировании, то это надо идти на факультет прикладной математики и информатики, где это все больше дается гораздо. На гуманитарном факультете дается приложение, скажем, программирование, там, к дизайну, там, к чему-то еще. Поэтому тут не стоит задача обучить их самым современным или будущим методам в программировании. И здесь приложение программирования для, я говорю еще раз, всяких там искусства, дизайна, значит, архитектуры учиться и все остальное. Поэтому вот это надо понимать, хотя, конечно, понятно, что мы тоже требуем, чтобы все давали самые современные, но в нашей сфере программирования, которую я тоже понимаю, конечно, так все меняется, там, буквально, там, 2-3 года уже надо новые языки программирования, новые системы, которые есть. И, конечно, это непросто преподавателям тут следить, хотя, я говорю, мы стараемся. Очень много вопросов пришло, касающихся финансов. Давайте, может быть, объединим их одним вопросом об уровне зарплат в университете и отдельно поговорим о стоимости обучения. Спрашивают о том, почему такая разница, например, в обучении между факультетом прикладной математики и юридическим. Ну, смотрите, первая зарплата. Зарплаты в университете, ну, я уже это не раз говорил, я оглашаю обычные зарплаты, но зарплата состоит из двух частей. Зарплата любого человека в университете, в принципе, как, я думаю, в любой организации. Первая часть — это обязательное, установленное государством, скажем, когда мы берем на должность там доцента или чего-то еще, мы говорим, вот такой-то у тебя, значит, оклад, который опять установлен не университетом, это единая тарифная сетка по стране, ставка первого заряда в БГУ. Мы, как государственное учреждение образования, мы ставку не можем менять, мы пользуемся государственной ставкой первого заряда. Поэтому оклад, скажем, доцента, он как БГУ, он равен окладу доцента в любом другом возле, он стандартный, значит, который устанавливается не университетом, а государством. Это обязательная часть. И есть обязательные доплаты еще, которые за стаж, за степень, значит, и звание там, и так далее. Дальше есть производная часть. Вторая, я говорю, как и в любой организации, это она состоит, значит, уже там, это и премии, всевозможные премии делятся опять факультетская, университетская. То есть, или ты на факультете работаешь, что-то активно делаешь, или в университете. Это премии. Дальше есть наука, значит, преподаватели выполняют научные темы, которые позволяют им и месяцам и полставки, и временно в научном коллективе участвовать, и так далее, и так далее. Дальше можно почасовую нагрузку, или вообще учебную нагрузку увеличивать, значит, брать дополнительно. Короче, есть обязательная, есть, я говорю, дополнительная, там всевозможные, которые. Поэтому и разброс большой. Есть преподаватели, ну, или наши доценты, профессора, которые только читают и больше ничего не делают. Тогда у них, ну, я бы сказал, минимум. А есть те, которые вот имеют все еще то, что я наговорил, озвучил. И тогда и разброс получается. Есть профессора, которые получают там 6 миллионов, скажем, есть, которые 16. Понимаете, вот это, это самое. И все это зависит уже от человека. Когда я озвучиваю цифры, там, средние зарплаты, она и есть средняя. Когда мне пишут, что ректор там, ну, превзавышает или что-то еще. Я даю цифры по статистике, которую мы даем, статистику, которую считают наши экономисты, значит, исходя там, фонд зарплаты делится на численность и все-все остальное. Поэтому это вот такая зарплата. Значит, и когда там, я говорю, говорят, завышает, то это все ерунда. Поэтому зарплата, если вы хотите в университете, возможно, зарабатывать есть. Есть, я говорю, профессора, которые получают, доценты много, есть, которые мало. Это все зависит от вас. Но то, что обязательно государством установлено, то здесь не университет, я не могу ничего менять. Поэтому вот что касается зарплаты. А что касается оплаты, почему такая разница в оплате на факультете, например, прикладной математике и юридическом? Почему она не большая, не может быть, потому что там они почти практически в одинаковых группах. Там 14-15 миллионов, она примерно одинаковая. То есть там разница в полмиллиона может где-то быть. Между ВПМом, да. В целом у нас там до 15 максимальная цена была, а минимальная, по-моему, там 12 или где-то там. 11 где-то. Ну да, около 12, да. У нас мы провели градацию, с одной стороны, при расчете, в том числе учитывалось не только все необходимые издержки, ну, связанные с зарплатой преподавателя, там, связанной с коммунальными и прочими всеми-всеми накладными, так называемыми, расходами. Ну, мы учитывали, учитывалось в том числе и социальная значимость определенных специальностей, да. Бывает ситуация такая, что социально значимая специальность, но, тем не менее, может быть, она социально непрестижна, я бы так сказала, да. Нету желающих пойти, но нам необходимо. У нас проблемы есть последние годы, связанные с филологическим факультетом. Мы прекрасно понимаем, дают в себя отчет, что нам необходимо готовить специалистов в области белорусской филологии, да. Потому что без белорусского языка невозможно развитие нации. Мы прекрасно это все понимаем, но небольшое количество, к сожалению, желающих. И мы, естественно, пошли на то, чтобы резко, несмотря на то, что издержки университета больше при подготовке, да, этих специалистов, тем не менее, мы поставили минимальную стоимость платной формы обучения по белорусской филологии, по социальной работе. Тоже минимальную поставили стоимость обучения, которую возможно. В том числе с минусовой у нас, по сути дела, эти специальности идут с минусовой рентабельностью. И еще не только эти, есть еще другие специальности с минусовой рентабельностью. Есть ряд специальностей с нулевой рентабельностью. То есть... Учитываются и национальные интересы, что немаловажно. Есть два немаловажных актуальных вопроса бытовых, как я их обозначила для себя. Это, во-первых, вопрос с парковками. Личного транспорта у студентов становится все больше, как будут решаться вопросы со стоянками. И стоянки для велосипедов – это второй актуальный бытовой вопрос. Ну, парковка – это проблема, конечно. К сожалению, БГУ, ну, к сожалению или к счастью, БГУ находится в центре города. Вы хорошо видите нашу территорию, все знают и так далее. И тут, что называется, ничего не придумаешь, потому что... И не скроешь. И не скроешь, да. И где тут ставить, когда, я говорю, все на виду, и мы ничего не можем придумать нигде. Поэтому вот ФМО тоже переехала. Раньше на Академическое там даже было больше места. А сюда переехала, ну и что, мест нет. И здесь университет ничего не может сделать. И какую-нибудь даже многоэтажную парковку и то негде ставить. Не построить или что-то еще. Поэтому, к сожалению, я говорю, для владельцев автотранспорта это плохо. Но, с другой стороны, метро везде близко, и для многих это хорошо. То есть, но БГУ так расположен. В центре города, где, вы знаете, каждый метр – это на весь золото. Поэтому тут ничего не придумаешь, не сделаешь. А с велосипедными стоянками? С велосипедами потихоньку двигаемся. Около Химфака мы открыли недавно, велосипедную стоянку. Еще думаем. То есть, как-то так стараемся, но, я хочу сказать, немного очень студентов ездят на велосипеде. То есть, мы не получаем много совершенно запросов или просьб с этим. Поэтому сказать, что у нас там много везде велосипедов разбросанных по университету, такого совершенно не скажешь. Поэтому тут нет такой критичности, что там их много, а они там везде, говорю, валяются по этому салону. Вопросы по распределению. В этом году заканчиваю обучение на дневном бюджетном отделении БГУ. Сразу после окончания собираюсь поступать на второе высшее. Должен ли я отрабатывать по распределению? И если должен, то когда? Должен сразу. То есть, в соответствии с кодексом об образовании, студент, окончивший первую ступень на бюджетной форме, должен отработать два года. На второе высшее образование он может поступать заочно, параллельно работает и учится. Ну, это общее правило страны. Это общее правило. Вопрос два, в общем-то, перекликающихся есть. У нас в стране законодательно закреплено равенство всех форм собственности, однако на практике выпускники бюджетных форм обучения не могут распределиться в ИП, которые создали они сами или их родители. Однако, возможно, распределение в собственный чуб. Почему так происходит? Значит, в соответствии, опять же, с законодательством, которое у нас действует, первоначально студент, куда должен быть распределен, это в организации бюджетной формы собственности, а потом уже все остальные, если есть свободные, остались свободные студенты и есть соответствующие предложения, то мы можем туда их распределять. Распределение в ИП, так это вообще довольно сложно. То есть, чук, еще куда-нибудь, ИП, что-то это самое. Мы идем навстречу часто, особенно вот рекламная математика, информатика, все, студенты наши распределяются в частные программистские компании, и маленькие, и большие, и в общем-то, я говорю, мы... Ну, парк высоких технологий, он практически из всех состоит. Да, из частных состоит, и туда идет очень много везде, поэтому мы относимся спокойно, но я говорю еще раз, тут надо тоже понимать, что ИП, когда папой созданно, скажем, ты папа один, ты к нему распределяешься, и это как бы уже, ну, непонятно, что это такое и как оно будет. Поэтому студенты, поступающие на бюджетную форму, они должны понимать, что впереди будет распределение, и надо будет отработать, и так далее. Это правило уже там десятилетиями, которые существуют и так... И действуют. И действуют, да. Ну, мне дают сигнал, что мы должны заканчивать, поэтому я благодарю вас за то, что вы ответили на те вопросы, которые я успела озвучить. Я желаю успешного фестиваля факультетов и успешной вступительной кампании, вам благодарю за то, что пришли, и напоминаю, что в нашей студии были ректор Белорусского государственного университета, академик Сергей Абламейко и начальник главного управления учебной и научно-методической работы БГУ Людмила Хохлындина. Спасибо еще раз, всего доброго. Спасибо вам. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok